Золотая медалистка Кристина Ткач за сертификатом ЦТ пришла в первый день выдачи. Набрала 100 баллов по обществоведению. Такого результата, отмечает выпускница третьей гимназии, не ожидала. На РТ удалось получить чуть больше 90. До второй сотни по истории Беларуси девушке не хватило одного балла. Третий предмет – русский. Результат – 96. Первый был русский. Это была первая ЦТ в моей жизни. Поэтому я очень волновалась. И именно из-за того, что мне не хватило времени, последнее задание я уже просто дочитала, не вникла в суть. И вот у меня была это одна ошибка. Поэтому уже дальше я таких ошибок не совершала, следила за временем. Секрет хорошего результата – делится гимназистка в кропотливой подготовке. Важно выбрать и предметы по душе, не забывать об отдыхе. Эту позицию разделяет выпускница 20-й школы. У Ксении Баранчук сотня по белорусскому. Рассказывает, любовь к мове пришла через литературу. В школе выбрала мультипрофильный класс «Белмат» – уроки белорусского наравне с математикой – три раза в неделю. Уровень языка подтягивала на факультативах и курсах. Как-то утром просыпаюсь, и брат чем-то занимается, и я говорю, что ты робишь? И я, ну, неосознательно. Один учитель у нас в школе, географ, он говорит, язык родной тот, на котором ты думаешь. И я так подумала, а почему нет? Говорила на белорусском языке, а сейчас я когда-то сижу и не сознаю, что я думаю на белорусском. По остальным предметам – биологии и химии – выпускница набрала 76 и 82 балла. Атестат Ксении тоже впечатляющий – 9 и 9. В квинтет отличников вошла и воспитанница 19-й школы. У Анастасии Бушковой – 100 баллов по истории Беларуси. Другие предметы девушка сдала не хуже – 78 баллов по всемирной истории и 83 по русскому. Когда я пришла в 10 класс, уже пришло время определяться, что куда, хотя бы примерно. И я вот начала углубленно изучать разные предметы, смотреть. История мне больше всего как-то полюбилась. Не знаю, она настолько насыщенная. И вот в ней столько всего собрана экономика, и география, и культура различных стран, и народов, и политика. И все это так много всего. И хочется изучать. О Беларуси, уверяет девушка, знает все и хочет рассказывать про родной край другим. Специальность в УЗИ выбрала соответствующую – менеджер по культурному наследию и туризму. Тем же, кто пока не определился с будущей профессией, стоит поторопиться. ВУЗы принимают документы до 1 августа. Лишь БГУ в предстоящем учебном году откроет двери для 5128 студентов. 2140 человек готовы зачислить на дневную бюджетную форму. 1905 на платную, 686 на заочную. Доля естественно-научных специальностей в плане приема составляет 67%. Социально-экономических и гуманитарных специальностей – и 33%. Анастасия Шевцова, Андрей Богдан. Итоги недели.